Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы разберем с вами орхидейку Мастер Пис. Точнее, три орхидейки. Они идут от одного ствола, но вот так неприглядно выглядят, без тургора. Как я предполагаю, с полной потерей корневой системы в горшочке. Кара и мох были в горшке. Шея, длинная шея, видите какая, сантиметров 10, наверное. И все, пропавшие полностью корни, они все пустые. И вместе с частью шейки я отрезаю их, без сожаления. Смотрим, здесь шейка сухая, поэтому никаких проблем дальше быть не должно. Оставшиеся два плохих корешка, пустых, я тоже удаляю. И смотрю, что же у нас в сухом остатке вышло. Так, корешков есть, мало-мало корешков есть. Сейчас я их увлажню. Можно орхидейку с таким количеством корней посадить. Либо в мелкую кору, либо в мох. В маленький-маленький горшочек. Надо будет подобрать горшочек. Ну, или большой горшок, но на дно, да? Мы понимаем, что объем должен быть маленьким. Вот этот лист убираю. Он уже не нужен. Он весь высох. Вялая тряпочка. Все остаточки тоже нужно снять, чтобы в грунте не началось гниение этих остаточков листьев. Так, все. Нет, еще есть. Вот здесь. Где? Только что видела. Где? Вот, вот с этой стороны. Все. Маленький, сухой цветоносик. Вот три орхидейки получаются. Одна точка, вторая и третья. В самом низу находится самая маленькая детка. Разделять я их не хочу. Худо-бедно как-то хотя бы кто-то за счет кого-то, может быть, будет вытягиваться. Вот здесь листик был замят горшочком, поэтому такой волнистый вышел. Нужно посадить аккуратненько. Думаю, что это будет стаканчик. И, скорее всего, на 300 миллилитров, если все получится. Да, на 300 миллилитров. И посадка будет в мох. В лесной. Мох, купленный на Авито. Немножечко вниз. Немножечко. Чтобы не переборщить. У меня мох тут с колючками, с какими-то листиками. С опадом, в общем. И стараюсь все корешочки поместить в емкость, поворачивая, заворачивая и мхом прикрывая корни, стараясь не попасть на шейку растения, которое находится вот там внизу. Вот есть тут, да, малыш один. Вот этот вот. Он останется здесь вот так. А те корешочки, которые повыше, я обложу отдельным хом, чтобы была влага у этих корней. И они пошли в рост. Поставлю орхидею на видное место для меня. До этого она стояла на балконе и, скорее всего, перехладилась, когда были холодные ночи. Аккуратно. Подальше от шейки, но попадая на корни. Это важно. Чтобы шейка оставалась сухой, а корни могли дотянуться до влаги. Ну, вот так, в принципе, это все останется. Сегодня я поливать не буду, потому что мох немного влажный. Это заметно по его такому темному цвету. Ну и, конечно, нужен будет глаз да глаз за этой посадкой. В моем опыте на данный момент есть несколько орхидей, которые растут подобным образом. И очень быстро корни пошли в рост, потому что им понравилась посадка. Здесь очень равномерное распределение влаги и меньшая вероятность залить, если, конечно, не бухать сюда много-много воды. Можно по чуть-чуть. Влага хорошо распределяется по всему объему. И так поддерживается именно влажность, не мокрота. Но мы, конечно же, за этим последим, посмотрим и сделаем каждой свои выводы. Повторю обязательно для вас, что в разных условиях разные орхидеи по-разному реагируют на разные посадки. Все это очень индивидуально. И не стоит сразу, увидев где-то информацию, не обязательно про посадку или вообще не обязательно мой ролик, какой-то посмотрев ролик, где-то что-то прочитав, не нужно сразу кидаться, нужно проанализировать, а подойдет ли, чтобы потом не было печальных последствий и претензий к тому человеку, который как бы невольно стал причиной. Причиной какого-то неприятного события. Если, конечно, все хорошо закончится, то это и хорошо. Но обязательно нужно анализировать свои условия, свои орхидейки. Каждая орхидейка может среагировать по-своему. Мы должны наблюдать, делать выводы и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. На этом я закончу такое маленькое видео. Хочу вам пожелать всего хорошего, здоровья, улыбок и до скорых встреч. Подписывайтесь, обязательно ставьте лайки и пишите ваши вопросы. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...